Всем привет, с вами канал Про Кино. Сегодня мы поговорим о самых некрасивых актрисах. Я уже неоднократно делал видео на эту тему, но, почитав ваши комментарии, решил отойти от формата. Дело в том, что на многих сайтах в различных видео и статьях на тему некрасивой актрисы в основном мелькают одни и те же знаменитости. К примеру, к некрасивым относят Тильду Свинтон, она появляется во многих таких публикациях, Алиса Гребенщикова, Нелли Уварова, Олеся Железняк, Депальма Росси, Сара Джессика Паркер и многие другие. Вы не поймите меня неправильно, не я составляю эти списки и не я говорю, что они некрасивые, и тем более не хочу никого оскорбить. Хотя само составление такого списка, возможно, может уже кого-то обидеть. Ну, да нет, точно, кого-то обижает. За что я неоднократно в комментариях и получаю от вас. И я прекрасно это понимаю. Я тут один раз добавил Уму Турман в такое видео, потому что она также часто появляется в различных рейтингах некрасивых. Так я так по шапке получил от вас то, что в глазах потемнело. Да и за Тильду многие заступаются и молодцы, но заступаются по большей части женщины. А такие списки составляют, скорее всего, мужчины. По каким-то опросам и критериям. Все же мужчинам виднее, кто из девушек вызывает у него большую симпатию. Странно, если бы топ некрасивых актрис составляла девушка. И вообще, понятие красоты. Как понять, красивый человек или нет? Ну, я могу только свое мнение выразить. Одну девушку я считаю симпатичной, другую страшникой. А за страшникой, оказывается, мужики толпами бегают. Я, получается, ошибаюсь. Но давайте быть честными, не передо мной, а хотя бы перед собой. В большинстве случаев, как женщины, так и мужчины между собой согласны в разговорах на эту тему. Вот вы, девушки, когда болтаете, неужели вы не говорите, а вот этот вот симпатичный, а этот нет? Ну, конечно, говорите, это нормально. И у нас есть даже какие-то стандарты красоты. Раньше это было фигура 90-60-90, маленький носик, широкие глаза. Сейчас вообще большинство моделей не отличить друг от друга. Пол лица занимают губы, длиннющие ресницы, а остальное замазано макияжем. Ну, вот модно так. И это сейчас считается красивым. Хотя я красоты здесь вообще никакой не вижу. Так вот, все же есть некрасивые актрисы или нет? Каждый, я думаю, решает сам для себя. Да, главное, будьте добрее друг другу, этого сейчас не хватает в наше время. И обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. А за лайк и репост отдельное спасибо.